Зверева Елена Александровна Вагнер Иван Николаевич, главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене. Здравствуйте. Что такое коммунальная гигиена? Коммунальная гигиена включает в себя целый ряд понятий. А именно это факторы среды обитания, к которым относятся атмосферный воздух, почва, питьевая вода, вода водных объектов, сточная вода, а также параметры микроклимата и другие нашего жилища. Наши горожане знают о том, что есть такое понятие, как коммунальная гигиена, и соблюдают ли они её? Здесь я бы поставил вопрос несколько по-другому. Наши горожане знают о том, что существуют определенные требования и правила, которые предъявляются к перечисленным факторам среды обитания, в частности, к качеству питьевой воды, к качеству атмосферного воздуха. И в связи с этим, при их несоблюдении, они обращаются в органы Роспотребнадзора с жалобами, с заявлением. То есть куда жаловаться, они знают? Они знают, да, совершенно верно. Как соблюдать все эти правила и нормы? Есть же какие-то правила потребления этих ресурсов, которые должны соблюдать именно потребители, а не вы, как надзорный орган? Естественно. Но в первую очередь, что касается ресурсов, в частности, питьевой воды. Во-первых, их должны соблюдать те организации, которые эксплуатируют систему водоснабжения. Ну, само собой должны. Хорошо, давайте тогда приступим, начнем с другой темы. И мы, когда договаривались с вами об интервью, выяснилось, что ваш рабочий день заканчивается в 4 часа. С какой это такой стати? Не 8-часовой рабочий день, как все мы привыкли. Ну, наш рабочий день начинается, во-первых, с 8.30. Не с 9, не с 10. Не с 9, не с 10. 8.30. Мы на работе, а зачастую и раньше. Заканчивается, что касается управления, в 17 часов. В 5 часов? В 5 часов, да. Но все равно меньше, чем в 8-часовой рабочий день. Почему меньше? Если начинаем с 8, а заканчиваем в 5, а, ну так и получается. 8.30, полчаса на обед, 5 заканчиваем, 8 часов. Угу. Понятно. Ну, рабочий день химиков тоже сокращен за счет вредных условий труда. У вас вредные условия труда? Вредные условия труда. Мы работаем с химическими реактивами, поэтому наш рабочий день сокращен. Так же, как и у биологов в БАК-лаборатории. До? Ну, мы работаем с 8.30 до 4.20. Угу. Вам за вредность как-то доплачивают? Да, есть определенная доплата за вредность и плюс пол-литра молока в день. Пол-литра молока в день? Да, положенные пол-литра молока в день. Эта доплата за вредность, она велика или номинально? Номинально, так скажем. Давайте будем честными. Номинально. Номинально. Скажите, пожалуйста, Иван, а санитарный врач имеет медицинское образование? Совершенно верно. Но при этом людей он не лечит. Вы же не лечите людей? Ваша деятельность направлена на что-то иное? Наша деятельность направлена на профилактику заболеваний. Первентивные меры? Ну да, именно так. То есть я правильно понимаю, то, что раньше косило людей тысячами и десятками тысяч все эти эпидемии, тифы, дифтерии, все это ошибка какого-то санитарного врача и просчет? Нет, так сказать нельзя. А как можно сказать? Задача санитарного врача, во-первых, оценить обстановку, то есть провести анализ и разработать мероприятия, которые будут способствовать, во-первых, снижению данной заболеваемости, а во-вторых, полностью исключение. А расскажите весь цикл, как проходит выполнение Вами Вашей основной обязанности? Сначала Вы получаете данные от Елены из химической лаборатории, правильно? Ну не совсем, наверное, так. А как? Ну можно сказать так, всю деятельность можно разделить на несколько блоков. Я их обозначу. Это сбор информации, анализ полученной информации, принятие управленческих решений. То есть далее я более подробно их раскрою. И проведение анонсорных мероприятий. То есть сбор информации осуществляется каким образом? Это данные, поступающие от субъектов права, также данные лаборатории. И мы оцениваем, допустим, как у нас изменилось качество атмосферного воздуха по сравнению с предыдущим годом. Ну и по другим факторам среды обитания также. С чем это может быть связано? То же самое касается заболеваемости. Мы видим, что подъем того или иного инфекционного заболевания, к примеру, может быть связан в данном муниципалитете с неудовлетворительным качеством питьевой воды, либо продуктов питания. И мы видим, какие организации эту деятельность осуществляют. И мы уже вырабатываем мероприятия, которые могут повлиять на ситуацию. Вот вы все это объяснили, мне все понятно. Другой вопрос интересен. Принципиальную честную позицию сохранять, работая на этой должности, сложно? Нет, абсолютно не сложно. Вы можете быть сами, как Иван, сколь угодно честным и порядочным человеком, но с обществом спорить очень сложно. Бывает же такое, что ну вот, ну давай, ну... Ну, во-первых, мы все находимся на службе, в частности, я на государственной гражданской службе. Работаю в соответствии с определенными законодательствами, у меня есть должностные обязанности. И вот я вас уверяю, принципиальным быть абсолютно не сложно. Елена, я про вредность вашу поняла, про вредность вашей работы. Есть в вашей работе какой-то уровень секретности? Ну вот, проба в лабораторию приходит зашифрованной по системе менеджмента качества. Зачем? То есть, изначально химик не знает, откуда эта проба, кто заказчик. Ну, чтобы исключить предвзятость, да, какое-то предвзятое отношение. У вас в лаборатории сколько людей работает? Ну, весь коллектив у нас 40 человек. Все женщины? Три человека мужчины. Почему так мало мужчин? Почему так мало мужчин? Ну, наверное, профессия химика. Много качеств тут надо перечислить, чем должен обладать химик. В том числе и какой-то терпимостью, пытливым таким умом, организованностью, внимательностью, аккуратностью. Что у мужчин все вместе встречается редко. Усидчивостью. Да, у мужчин, наверное, они более мобильные, подвижные. Ну, и как бы усадить человека за стол химика сложно, наверное. С какими материалами вам чаще всего приходится сталкиваться? В смысле, с объектами контроля. Объекты контроля. Да, но мы работаем с воздухом. А как поступает проба воздуха? Тем, которым мы дышим, да, на улице, в помещении. Как выглядит проба воздуха? Проба воздуха отбирается. Есть различные пробоотборники, да, это и сорбционные трубки, и различные поглотительные устройства. И вот в этом сосуде проба привозится в лабораторию и анализируется. Про воздух, вода. Что еще? Воздух, вода, пища, десс-средства, игрушки, товары детского ассортимента, товары непродовольственного назначения. Ваш любимый материал для исследования какой? Ну, может быть, это пищевые продукты, игрушки. В общем-то, это интересно. Субтитры создавал DimaTorzok